Финансовая пирамида оказалась шаткой. Жительница Ульянска лишилась 700 тысяч рублей, переведя их на виртуальный счет биржевой платформы. Женщине попалась на глаза реклама о легком заработке в интернете. Она заполнила обратную форму, и ей сразу же позвонили финансовые эксперты. Для входа на биржевую платформу нужно было приобрести один из пакетов инвестирования на 8,5, 15 или 25 тысяч рублей. Потерпевшая перевела первые 8,5 тысяч. Мы оформили торговый счет. Он меня представил бухгалтера, который сказал, что он мне поможет при выводе денег. И потом меня соединили уже с Владимиром Николаевичем Кочергеным, который должен проводить вот эти вот сделки. Он мне объяснил, что он берет за сделки 5%. 8,5, конечно, для него мало, он опытный человек. Но давайте попробуем. Он мне все объяснил, сказал, что будет до самого конца. Мы начали оформлять сделки. Вначале действительно потерпевшая получила небольшой доход от сделки. Первая прибыль составила 1200 рублей. Вкладывались, как заявляли мошенники, в ценные бумаги, акции, природные ресурсы. Но с каждой новой сделкой ставки повышались. Силомышленники уговаривали женщину переводить на счета все большие суммы. Доходы при этом снять со счета не получалось. Якобы выплата задерживалась. Пока доверчивая пенсионерка ждала процентов, ее уговорили застраховать сбережения и поучаствовать в бонусной программе. Итог оказался плачевным. Деньги обманутая так и не получила. Так еще и мошенники стали угрожать ей уголовным преследованиям. Только после этого пенсионерка обратилась в полицию. В целом женщина перевела злоумышленникам около 700 тысяч рублей. Практически всю сумму она взяла в кредит. В настоящее время по данному факту следственным отделом ОМВД России по Ленинскому району города Ульяновска возбуждено уголовное дело. Полицейские предупреждают ульяновцев ни в коем случае не поддаваться на уговоры мошенников и не верить рекламе о легких деньгах. Ни под каким предлогом не переводить деньги на незнакомые счета. Если вы все-таки стали жертвой преступных посягательств, незамедлительно обращаться в ближайшее отделение полиции. Анна Тищенко, Улправда ТВ.